Ой, больше нигде нет. Ты правильно сделал, что пришел к нам. Хочешь уехать отсюда? Двори честно. Я хочу остаться здесь, но сначала привезти сюда мою девушку. Наташу? Это если Дерсу разрешит. А, Дерсу? Добрые люди. Добрые люди, капитан. Мне, то есть нам, будет позволено вернуться сюда, во Владивосток-3000. Как ты вернешься, если отсюда нельзя уехать? Мы все когда-то возвращаемся в свой вечный Владивосток-3000. Вы хотите сказать, что я одновременно живу и во Владивостоке-2000, и во Владивостоке-3000? Именно так. Исчезнув отсюда, ты останешься все равно. Потому что ничего никуда не исчезает. Но там, в том городе, буду другой я. Почему другой и тот же? Один и тот же человек может существовать в разных мирах. Это очень просто. К этому надо только привыкнуть. Как люди давно привыкли к чуду появления нового человека. Мне кажется, уже перестали этому являться. Ты слышал легенды о летающих людях? Которые живут в тайге на Соптипидан? Слышал, конечно, но... Но не верил. Ты сам теперь стал одним из таких летающих людей. И если ты не срежешь себе крылья, то вернешься. Возвращайся. И не забудь доложить адмиралу щедрину о том, что прибыл из увольнения. Ты же был у них? Был. Но как мне отправиться туда? И как потом вернуться обратно? Ты все знаешь сам, Влад. Просто вспомни, отправляйся туда же. В ту самую точку, в которой ты очутился, когда впервые попал в Владиваслоу 3000. Что за... Ты? Откуда ты здесь взялся? Мне говорили, что катер, угнанный тобой, был уничтожен. А... Меня, в самом деле, чуть не утопили твои друзья, старик. Хорошо стреляют. Так что можешь считать, что я возвращаюсь с того света. Пришлось подать ложный сигнал бедствия, вывести из строя навигационное оборудование и сваливать по-быстрому из сектора обстрела. В условиях шторма, учитывая параметры и скорость хода моей яхты, это было несложно. Но не умей тебя учить. Ладно, хорошо, допустим. Зачем ты здесь свалил и хорошо? Зачем ты пришел ко мне? Как ты думаешь, куда я тебя сейчас отвезу? Старик, ты для начала давай отъедь, что ли? Не мешай людям. Прокати меня по городу, потом и решишь, куда везти. Рассказывай. Чего ты от меня хочешь? Зачем ты вернулся? Зачем вернулся? По птичьему молоку вашему соскучился. Не все долги еще выплатил. Тебе и Вольке, но и республике. Республике? До республики ты теперь много лет будешь долги выплачивать. Может, ты не вернешься в свою Москву никогда? А я не хочу возвращаться. В смысле ты не хочешь? А я хочу у вас политического убежища попросить. Чего совсем попутал? Ты серьезно насчет политического убежища? Так а ты думаешь, кто сорвал операцию по захвату морской фирмы? И кто вам сдал базу нелегальной резидентуры в гаражах на Тухачевского? Ты что ли? Да вы теперь мне орден должны дать, по-хорошему. Какой орден? Самый почетный. Орден краба, наверное. Медаль гребешка. А шпионажем не ты, скажешь, занимался? И шпионажем тоже я. Че тебе же сказал? Мне нужно было организовать захват фермы гребешок Pacific. И я, представь, даже вырубил охрану, вызвал отряд бойцов. А потом что? А потом. Потом отменил операцию. Уничтожил все свои досье, которые должен был по-хорошему передать в центр. И сдал ламбазу на Тухачевском. И кое-что еще готово сдать. Только не людей. Людей не сдаю. Коллегам я уже сообщил, что мне нужно срочно покидать республику. Так что их вы не найдете. Но информацию, которую я владею, пожалуйста. Про операцию Владивосток 3000 слышал? Ну вот. Кстати, катер, который я бессовестно угнал, стоит у водной станции Морского института. Можете забрать. Он, как тут у вас говорят, в порядке, по кузову ровный, салон не прокуренный, ездила девушка. Нужен только косметический ремонт. Ну и замена некоторых приборов. Так что ваш гребешок не тронут. Рисундуйте снова безопасность. Мы с помощью создаваться на территории СССР. Присоединяйте к Приморью Сахалин. И что вы там еще хотели? Камчатку? Да хоть Хоккай. А я помогу. Но зачем? Ты можешь объяснить мне, зачем ты все это сделал? Понимаешь? Я попробовал гребешка. Там, на ферме. Сырого, настоящего, живого, соленого, от морской воды гребешка. Вот оно что. Ловко. Ну и как? Наелся досыта? Утолил аппетит свой? Не переел? Белковое отравление не получил? Ну, типа того. Наелся. И сразу же отыграл назад. Отменил захват фермы, ну и все остальное. Ну, теперь ты знаешь. Теперь и ты знаешь. Про наш гребешок ничего никому нельзя объяснить. Его надо попробовать, и тогда все понимаешь без слов. Поэтому, даже если бы ты не уничтожил свое досье, без этого понимания оно совершенно бесполезно. И в Москве, и где угодно. Знаешь, как посвящают подводники? Что-то слышал, заставляет целовать кувалду, которая раскачивается привязанная к прибору. Это одно. Второе. Главное. Надо выпить плафон забортной воды. Соленой забортной воды. В сыром гребешке тоже есть соленая вода. Да, теперь я это понимаю. И Ольгу я теперь по-другому совсем понимаю тебя. Но ты-то понимаешь, что я не совсем законченная свинья. Ты нарушил присягу. Присягу своей страны. Разве я виноват, что мне выпало принимать присягу той страны? В жизни приходится штаб нарушать. Тебе что, никогда не приходилось? Жить в море и не просолиться. Ты как думаешь, мне дадут политическое убежище? Или мне посадят? А ты сам-то как думаешь? Ну и теперь он просит политического убежища, товарищ капитан первого ранга. Он действительно нам здорово помог. Так уж получилось. Он без проблем мог бы скрыться. Он ушел из-под огня к Катранову. Но он вернулся сам добровольно. А если двойная игра? Да он уже наш. Он расскажет нам все, что только знает. Он попробовал гребешок, товарищ капитан первого ранга. Он раскрыл всю агентурную сеть. Хотя и позволил своим коллегам уйти. Зато угроза республики теперь снята. По крайней мере на какое-то время. А угроза была серьезной. Подобной не было со времен той истории с медузами-мутантами. Помните? Спрашиваешь. Капрас, разумеется, помнит ту историю с агрессивными медузами-мутантами, оккупировавшими пляжи и оказавшимися секретным биологическим оружием одной из соседних стран, которая случайно, а может и не случайно, кто разберет, вышла из-под контроля. Пришлось изобретать симметричный ответ. Выводить в генетических лабораториях гибрид из гигантских кальмаров и особых водорослей, способных питаться только медузами-мутантами. В итоге медузы были полностью зачищены, но купальный сезон оказался сорванным, чем тихоокеанцы сильно возмущались. Я готов за него поручиться и лично буду участвовать в наблюдении за Максимовым в течение всего испытательного периода. А ты-то что за него так впрягаешься? Он... да он хороший человек, товарищ капитан первого ранга, и мой друг. Ну так вышло. Виноват, но он... он не виноват. Поехали. Куда? Поехали будет. Ничего страшного. Алло, это ты? Ты откуда? Это я, Оля, да? Не потерял? Куда ты пропал? Ты где? Почему ты не звонил? Я не так далеко от тебя, как мог бы быть. Я в честь. Все тебе объясните. Я остаюсь. Совсем остаюсь. Но это опять не телефонный разговор. Почему? Что с тобой случилось? Опять секрет? Нет. Ничего не случилось. И нет никаких секретов. Я, правда, не хочу быть, если... Скажи, где ты сейчас? Я приеду. Видишь, как вышло? Максимов вот остался, а ты? Тебе не говорили, что мы с тобой чем-то похожим? Мы с тобой? Не, не говори. Совсем забыл. Вот твой новый паспорт. Теперь ты натурализован. Ты полноценный гражданин Владивостока 3000. С правом голоса, с гарантированным морским наделом и всеми остальными привилегиями. Понаехали, да? Такими темпами скоро придется вводить миграционные квоты. Даже шпионы просят у нас политическое убежище. Рассказать, кому не поверят. Так ты что, так и не определился? Я... не знаю. Я до сих пор чувствую себя каким-то пришельцем. Хотя такое ощущение, что если вернуть туда, то Владивосток 2000, то и там станут этим же пришельцем. Тебе надо определиться. Понять, где твой мир. Где тебе самому лучше и где ты нужнее. Все остальное, университет, работа, это уже такие мелочи. Это есть везде. И у нас, и у вас. Но зато у нас есть другое, чего у вас нет. Я тебе не могу это вот так в двух словах объяснить, но... Ты ведь и сам знаешь, верно? Знаю. А больше ничего не знаю. Слушай, отвези меня на Патроку. Зачем? Хочу погулять тут. Один. Пойдешь? Туда, где ты меня тогда подобрал, на объект. Влад сидит на большом камне в бухте Патроков, держась рукой за голову, и мучительно думает, что ему делать. Он вспоминает, как они гуляли с Наташей возле музеева и морского флота на Светланской, у Пушин, которые давно не стреляли и уже никогда не будут стрелять. Переведи выск. Переведи в наглар. Переведи в наглар. Переведи в наглар. Переведи в наглар. Если бы меня тогда взяли, ты бы поехала с landscape? Конечно. Это ты говоришь, потому что знаешь, что не попадешь. А ты подумай серьёзно. А как? Да. Переведи в набор Я думаю там хорошо Мы бы все могли жить там Но почему-то живем здесь Я сомневаюсь Что мы живем правильно Мне кажется, правильная жизнь Происходит где-то там Я бы ходил в черной форме В море дрожали Блоснящимися мускулистыми боками кораблей Представляешь? По тайге бегали бы Пламенные полосатые тигры А мы с тобой были бы сами себе хозяев Переведи в набор Иногда я не верю Переведи в набор Тогда Владу самому стало стыдно Из-за своей наивности и сентиментальности А вот сейчас он сидит на берегу океана Держась за голову Смотрит на воду С неба начинают сыпаться звуки Переведи в набор Решилиц пытается загадать желание Но никак не успевает Падающие звезды гаснут слишком быстро Он разувается, снимает брюки Заходит по колено в воду Наклоняется и шарит по дну руками Находит то, что хотел Оранжево-синюю морскую звезду Размером чуть меньше ладони Он выходит на берег И запускает звезду в небо Вращаясь она падает гораздо дольше Чем небесные звезды И пришелец успевает загадать свое желание Беззвучно его прошептав Пришелец медленно, без брызг Заходит в теплую морскую воду Она тиха и согласна на все Она принимает его Плата исчезает Не знаю, вернется ли сюда Мы тоже этого не знаем Никто этого не знает Снег не тает Корюшка ныряет Все глухше 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 Снег не тает Снег не тает Снег не тает Снег не тает Переведим липлер. Лето белый, ночью бар и свет не спится, сон не слиться. Снег не тает, корешка ныряет, все сгушит. Переведим липлер. Переведим липлер. Переведим липлер. Переведим липлер. Режиссер и автор сценария Александр Пронькин. Композиторы. Саша Диза. Павел Вовк. Музыка. Музыка. Майор Цегон Игорь Титов Азиат Тунцу Автор проекта Голос автора Илья Дагутенко Продюсер проекта Оля Чучадеева Песни Корюшка в исполнении групп Хи и Ммитруль До встречи во Владивостоке 3000 Серое утро, двое на кухне Только проснулись, шутнулись в ноутбуке Кофе по кружкам, подружки, по кубке, сережки Под туфли и юбку, под сумку, так нужно Посуда из сумок, глазу не без лука Он курит, вероятно, в гугле нахмурится По сути их ссора лишь глупость Но в этом споре никто не уступит Послышался стук каблуков, за окном падал дождь Может он задал тон, так легко Часто заводимся по пустякам, хотя Все, что нам нужно, лишь выпустить бах Деликатный вопрос, очень тонкий Порой хороший рэп, лучший доктор Делай громче, давай, будь добр, попробуй Лишь вместе мы сможем сократить эту пропасть Слушай сердце аккорды Шаг навстречу звонок Жизнь идет как по нотам Чередок ловишь ночи Нет время сказок близким о самом главном Дни вместе год наплако Счастье кладем наплако Нет время сказок близким о самом главном Дни вместе год наплако Счастье кладем наплако Жаль на булова не склеить осколки Нужно беречь то, что греет, как солнце Позорюсь, мы добавляем же соевый соус без соли Она на вкус будет попросту плосная Не повторить бы отцовских ошибок Когда деревья казались большими транжирами Чувство вне дома, как пачки наличных лишивых Те, кто нас ждет, лица прячем за ширмой Молча в машине едем, ложимся Молча встаем и бежим, капошли